Всем привет, друзья мои! Прошу сразу простить меня за мой голос. Я немножко простыла, немножко сильно простыла. Я страшно кашляю, у меня насморк. Я в какой-то момент потеряла голос вообще. Сейчас у меня как бы он уже вернулся, я уже могу разговаривать, потому что дня два я вообще была таким шептумом, который только шептал что-то не членораздельное. Надеюсь, что мне хватит голоса записать это видео, потому что до сих пор я еще не очень хорошо разговариваю. Итак, я всех приветствую себя на канале, я всех приветствую в Канаде. И сегодня видео прям второе подряд у меня видео про лентаж. Обычно я стараюсь чередовать, потому что у меня, ну как-то есть люди, которые разные, любят на канале. Так получилось, что у меня на канале несколько тематик. Это магазины, обзоры, примерки, покупки и вот винтажная, и не очень бижутерия, и вообще лентаж. Страшно это люблю, очень этим увлекаюсь. Это прям мое хобби-хобби. И поэтому как бы я стараюсь не писать много видео на одну и ту же тему, а как-то чередовать, потому что люди, не все любят одно и то же. Ну, в общем, короче. Ну, так получилось. Я выставила шортс. Наверное, вы, многие его не видели, потому что шортсы не приходят в уведомлениях. Несколько винтажных фарфоровых английских чашечек, которые я насмотрела в том секонд-хенде, в который я хожу обычно. И я выпустила такую замануху, что вот я, смотрите, что я нашла и кое-что я купила и принесла домой. Покажу вам в следующем видео. Значит, я решила снять сразу это видео по следам по горячим вот моих покупок. И, наверное, вставлю вот эти вот, то, что я снимала в самом секонд-е, потому что вы, скорее всего, не видели эти кадры, что там было, какие там были чашки. И потом покажу, что я купила. Собственно, вот они уже здесь стоят, вы их видите. Я хочу сказать, что я как-то не особенно увлекалась посудой винтажной, но после вот этих вот приобретений есть у меня кое-что. Я вам тоже сейчас покажу, потому что стою я в своей столовой возле как раз шкафа, в котором находится моя посуда. Вообще сделаю вам обзор моего посудного шкафа. Может быть, вам это будет интересно. У меня нету никакой такой великой уж такой посуды. Посуды парадных сервизов королевских, но есть кое-что. Ну, просто покажу, что у меня есть в шкафу. Это, знаете, то же самое, что показывать одежду, которая есть в шкафу. Также и тарелки, чашки. Любят некоторые посуду. Я сама люблю смотреть такое, но особенно, если это что-то необычное такое. Ну, по порядку давайте все. Значит, я, наверное, сейчас поставлю вот эти вот видео, которые я снимала в секонде, чтобы вы видели, что там было. И потом продолжу свой рассказ. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну вот, вы видели, какие там были, какая там была посуда, какие были чашки. Я хочу сказать, что в последнее время у нас очень трудно что-то найти такого типа. Я когда-то заходила в секонде и видела прямо такое количество вот этих пар чайных, которые мне всегда очень нравились. Но у меня был такой, знаете, украшение. Они маленькие. Их легко хранить. А вот это вот, чашки, это уже как бы они занимают какое-то место. У меня не так много места в доме, что я бы могла покупать их в тех же количествах, в которых я покупаю украшения. Плюс, опять же, украшения вы можете носить, так сказать, они какую-то имеют прикладную ценность. А чашки эти чисто для красоты. Из них никто не пьет, конечно же, чай. Чисто для красоты, чтобы стояли в серванте. И это меня немножко как-то останавливало. Ну, а несмотря на все это, я все-таки вот поддалась соблазну и купила две чашечки из тех, которые вам показывала. Помню, показала ли я вам цену, когда снимала в магазине. По-моему, там она была не видна. Вот эти пары стоили по 6 долларов. 5,99. Вот это одна из них. Давайте я цену срежу, а то как-то это некрасиво болтается, неэстетично. Ну что ж, давайте рассматривать их красиво и хорошо. Значит, я начала говорить о том, что когда-то их было очень много. Я помню, что я видела в секунде их в таких количествах. И всегда думала, боже, как красиво. Ну куда? А сейчас я так понимаю, что их практически, ну, тоже скупают моментально. Потому что, зайдя и увидев вот эти вот, то, что я увидела, я, в общем-то, соблазнилась и купила две. Потом посмотрела, нашла их в интернете, на ebay, по-моему, на etsy. Посмотрела, сколько они стоят. Подумала, что-то я лоханулась, надо вернуться. На завтра поехала в этот же секунд, уже не было ничего. Да, там были чашки из Баварии, из Англии и японские. Ну вот это вот одна чашечка с блюдцем. Я их помыла, они, блин, пыльненькие. Внутри у меня вот такой тоже узор сделан. Может быть, мне не так показывают. Может, я переверну камеру и покажу. Я даже не знаю, как лучше. Или так видно хорошо, девочки, скажите мне. Ну, может, я потом засниму, еще вставлю сбоку. Значит, тончайший, совершенно тончайший фарфор. Очень красивый рисунок. Золото с таким нежно-голубым. Это даже не голубой, это по-английски называется цвет Тил или цвет Тиффани. О, Господи, хоть бы не разбить. И бирюзовый, что ли? Значит, это Queen Anna. Королева Анна называется фарфоровый. Фарфоровый – это фабрика или это? Я даже не знаю, вот с фарфором я совершенно никогда не имела дела, поэтому я не знаю. Видите, вот здесь написано. Еще раз, наверное, я все-таки потом засниму, покажу. Просто я сейчас не хочу камеру дергать, потому что я уже так ее на себя поставила. Вот, короче, я потом сниму ближе. Это вот одна чашечка нежнейшая, красивейшая, потрясающая. И вот эта вот вторая чашка абсолютно обалденная совершенно. Она настолько тонкая, что я просто вообще никогда в жизни в руках не держала настолько тонкого фарфора. Потрясающая красавица, вот такое вот блюдце, вот такое вот она формы, внутри тоже есть рисунок. И это какой-то бренд, называется Shelly. Так, Shelly. Опять же, я повторюсь, я совсем ничего не понимаю в этом. Я просто вижу, что красиво, некрасиво, тончайший фарфор. Но я сейчас скажу, что я нашла их на Etsy и на eBay. И, знаете что, настолько разные, что я, честно говоря, не знаю, вот что из них на самом деле является продажной ценой, а что как бы просто так цена. Например, вот первую чашку я видела за 65 долларов, точно такую, похожую за 93. С голубым рисунком чашечку, я вот эту вот, я увидела за 188 долларов где-то. В другом месте за 122. Потом бывает за 50. То есть, ну, трудно сказать, сколько они стоят на самом деле. Но, конечно, они стоят намного дороже, чем я купила за 6 долларов. Даже если она стоит 50, то это в 10 раз дороже. Я, конечно, не буду их продавать. Вы же понимаете, девочки, я украшения свои не продаю. Продажа посуды влечет за собой невероятные расходы по пересылке. Ведь это нужно хорошо сбуковать. Сделать так, чтобы она не разбилась. В общем, ну, я не знаю. Хотя они довольно легкие. Они маленькие, легкие. Это тяжелые предметы, тяжело пересылать. Дорого. А эти чашечки довольно легенькие. Но, тем не менее, я как-то, не знаю. Я как-то, ну, я вообще, я не занимаюсь продажами. Хотя мне предлагали и спрашивали по поводу моих украшений. И у меня есть эта мысль открыть какой-то магазин на eBay или на... Что у нас еще есть? Пошмарк у меня есть в магазине. Я там свою одежду некоторую продаю. Но, как бы, это американско-канадская история. Есть еще Эдси. Ну, в общем, можно покупать со всего мира. Думала я, ну, как-то вот руки не находят вообще что-то. Я, знаете, я не продавец. Из меня продавец. Как извиняюсь из одной субстанции коричневой пуля, как говорится. Не знаю. Я вообще бизнесмен, продавец из меня никакой. Вот. Давайте я сейчас сниму камеру и покажу вам поближе эти чашки, чтобы вы рассмотрели их как следует. Ну, вот такая вот чашечка. Показываю близко. Какой красивый рисунок. Тончайший фарфор. И вот это вот ее бренд. Шелли. Ингланд еще какой-то. Видите, какие-то номера, какие-то цифры. Тоже не понимаю. А что написано? Fine Bond China. Девочки, меня спрашивали, что China даже Китай. Нет, по-английски China это фарфор. Вот Fine Bond China это означает тонкий костяной фарфор. Ну, так это переводится во всяком случае. Ну, короче, China это фарфор. Это не Китай, о котором мы все знаем и слышали. И вот такой вот плюс. Здесь еще какие-то надписи. Здесь еще, видите, написано. Tenty Blue 05128. Это название вот этого сервиза. Насколько я понимаю, что там был большой сервиз. Здесь какие-то еще цифры. Видите, Шелли, номер три. Где-то, видимо, она продавалась. Видите, очень все старое. Видно, что это все очень старенькое. Вот это одна чашечка. Она побольше немного. Очень много золота. Очень красивый рисунок. Рисунок внутри. Такой вот формы. Здесь написано Queen Anna. Тоже Bond China England. Костяной фарфор. Может быть, это как-то по-другому переводится по-русски. Какое-то другое значение. Но я вам хочу сказать, что вот это, это намного парочка. Вот это она, ой, она намного толще. Ну, не намного, она толще. И более, более такая тяжеленькая и толстенькая, чем вот это. Это вообще просто невесомый, тончайший, красивенный фарфор. И вот я вам сейчас покажу свой посудный шкаф. Пристроила я, видите, их вот сюда пока. Ничего такого особенного у меня в нем нету. Но я просто быстренько проведу вам очень-очень-очень быструю экскурсию по моим сокровищам. Ничего особенного. Очень обычная совершенно у меня посуда. Так, это у меня такой парадный сервиз. Видите, три вида тарелок, 12 штук. Давайте я выну маленькую, чтобы удобно. Такого вот рисунка. Золото-серебро. И это было куплено в Израиле мной. Это называется... Даже не знаю. На Аман была там такая компания, которая, видимо, производила посуду. Я уже не помню, честно. Ну, написано, что это фарфор, хай-кластер, тра-та-та. Ну, в общем, в основном вся посуда у меня из Израиля, потому что я тогда ее купила в Израиле, когда мы немножко там встали на ноги и стали такими. Ну, буржуа, так скажем. И я стала покупать хорошую посуду красивую. Вот, привезла ее особо в Канаду. И здесь, особенно, честно говоря, как-то ничего не покупала, потому что мне ничего не нужно. Ну, покупали, конечно, такие, то, чем мы пользуемся каждый день. Но такую посуду на парадную я здесь не покупала, потому что у меня все есть. И, ну, вот сейчас у меня на секонд, на винтаж меня пробило. Вот такая тоже из Израиля купленная у меня есть на 12. Да, на 12 персон такой набор чайный. Очень похожий, подходящий к тарелкам. Я специально подбирала. А, какая-то компания. Самир, я помню. А, это японский. Видите, это японский у меня, кажется, чашки. Я даже не знала. Вот такие вот красивые чашечки и блюкса. Очень редко ими пользуемся, потому что мы обычно, ну, даже когда гости приходят, мы пьем чай из больших... Из больших кружек. Вот. Ну, для кофе не... Ну, в общем, короче, редко мы пользуемся. А тарелками пользуемся. Тарелки я всегда выставляю на стол, когда у нас гости. Так, это очень красивые бокалы. Это подарок моей сестры. Она как-то ко мне приезжала на Новый год, на день рождения. И привезла вот эти вот фужеры для шампанского. Тончайшее стекло. Очень красивое. Причем вот этот ободок у них. У всех фужеров очень... Он немножко отличается. Немножко другого цвета. Потрясающей красоты. К сожалению, она мне тоже привезла их 12 штук. Многие из них уже разбились. Они настолько тонкие, что я их мою руками. Не в посудомоечной машине. Но даже когда вы засовываете внутрь руку, то иногда трескается вот эта вот полу... Верхняя часть стекла. В общем, короче, они настолько нежные и тонкие, что они очень-очень быстро бьются. Ну, это у нас графин для вина. Иногда, кстати, наливаем вино. Пьем из графина, как графья. Вот. Вот эта штука, я уже даже не помню. Мне, по-моему, тоже кто-то подарил очень давно. Вот такая вот, как конфетница из стекла. Тоже просто стоит для красоты. Мы ей не пользуемся. Очень старенькая. Это бокалы обычные для вина. Кстати, тоже очень тонкие. Богемское стекло, по-моему. Очень-очень тонкие. Но я сейчас в такую форму тоже когда-то покупала. Но я такую форму сейчас не очень люблю. Я люблю немножко другой формы. Но вот мы тоже пользуемся, когда гости. И у меня есть такие, еще такие же маленькие, но они все что-то побились. Я смотрю, что у меня только две штуки осталось. Я даже не помню, или я куда-то... Да. Неужели они все разбились? Ничего себе. У них было так много. Что-то я не помню, куда они все делись. Их было столько же, сколько и этих. Ну, ладно. Так, пойдем сюда. Этот тоже совершенно мне кто-то когда-то дарил. Потрясающе красивое вот эти вот стекло. Ой, забыл, как он называется. Чешское. Да? Тоже декоративные совершенно. Мы никогда из них не пьем. Да, неплохо стоят. Надо продвинуть. Сколько их? Пять. Почему-то пять. Наверное, разбился один. А, нет, шесть штук. Совсем же. Шесть штук. Стоят для красоты. Конечно, мы ими не пользуемся. Вот эта кружка настоящая из Германии. Мы ее привезли. Я не буду ее доставать. Это настоящая немецкая, баварская. Кружка для пива. Вот так вот здесь открывается. Очень прикольная. Как сувенир. Просто привезли на память. Это тоже какой-то сувенир из какой-то поездки. Такой соусник. Это китайский. Тулстый такой. Ничего в нем нету. Но красивый. Понравился мне этот синий. Я люблю вот этот бело-синий фарфор. И это у меня две штуки уже здесь. В Second я покупала. Тоже такая пара. Как будто бы сахарница. Нет, не знаю. Наверное, сахарница для соуса. Очень тоже люблю вот такую посуду. Когда-то ее в наших Second было очень много. Вот такая вот металлическая. Видите, какая она интересная. У меня еще одна есть штука. Я вам потом покажу. Здесь даже что-то много всего написано. Marlboro Plate. Old. Ой, я не могу прочитать. Та-та-та-та-та-та. В общем, может быть, вы прочтете. Вот такая вот. Она у меня немножко испачкала. Как-то потемнело. Я не знаю. Ее как-то надо чистить. Наверное, надо мне почитать, как ее чистить. Потому что она как-то от времени начинает темнеть. Надо мне ее почистить. Так. Ну, здесь две новенькие вот эти стоят. Красавица. Здесь у меня такие. Тоже в Second покупала. Тоже надо почистить. Видите, как все такой вид имеет. Уж не надо было почистить, а потом снимать. Значит, это такой, такой, давайте я его вытащу, покажу вам. Это такой набор из черпалок. Это для салата такая штука. Это для чего-то еще. Для сыра, наверное, я думаю. Знаете, я в этих приборах не сильно. Это тоже что-то черпать. Но мне очень понравилось. Она чисто, даже не утилитарна, а красиво выглядит. И такая, знаете, старинная, классная. Я даже не знаю, кто здесь что-то производитель. Есть ли тут какой-то производитель. Но мне понравилось ее. Видите, как она все у меня потемнело. Лежит себе в шкафу. Я даже не обращаю на нее внимания. И надо ее все почистить. Понравилось, что она выглядит такая, знаете, вот как ножницы. Вот именно вот такие старенькие ножницы. Ну, прикольно. Понравилось мне. Я ее купила в нашем же Second тоже там долларов за пять, наверное, этот набор. Так, продолжим. У меня садится голос. Надо кончать мое видео. Это просто бокалы для шампанского. Симпатичные. Не помню, откуда. Мне понравилось, что у них такая синяя ножка. Там хрустальное, а-ля хрустальное блюдо. А это салфетница. Это тоже я покупала в Second. Лопатка для торта. Видите, какая интересная. И какие же они все страшные у меня. Господи, простите меня, пожалуйста. Мне надо их все почистить. Я даже, ну, просто не заглядывая в свой шкаф, думаю, надо снять видео. И вот опозорилась. Не чищу фамильное серебро столовое, девочки. А надо бы долгими зимними вечерами заняться этим. Ну, в общем, уж как есть. Простите меня, пожалуйста. Задимаю, как есть. Это тоже просто два бокала для шампанского обычные. Кстати, больше всего мы из них пьем, потому что их два. И мы когда пьем с мужем, мы всегда пьем из них. Здесь бокалы, три бокала для коктейля. Для мартини обычные совершенно. Вот это тоже новенькая штучка. Я совсем недавно купила в секунде. Мне еще даже эти... Ой! Пипец. Вот я, короче, сразу же. Хотела показать, что я еще даже ее не отмыла, это не от Сэма. 8 долларов она стоила. Но вот это, по-моему, хрусталики. Здесь есть какие-то... Какие-то названия. С Канады написано. Наверное, канадское. Надо пробить вообще что-то и что. Мне просто очень понравилась ее форма. Я подумала, что я в ней могу какие-нибудь крошей не хранить. Вот такая вот. Но пока что я ее поставила вот сюда, в посудную свою шкаф. Вот. По-моему, все вам показала. Что касается столовых приборов, то у меня тоже, конечно, нету фамильного серебра. К сожалению, я не с той фамилией. Вот. Но когда-то еще в Израиле было куплено мной два таких набора, потому что они на шесть персон. Значит, я купила два, чтобы было на 12 человек хотя бы. Потому что мы столько шесть персон. У нас гости обычно, так это как минимум 8-10. В общем, короче, это я искала. Именно вот так мне хотелось. Олд стайл, знаете. Вот таком вот как будто бы старинный какой-то серебро-мельхиор. Я очень люблю этот стиль. Я люблю современный, ну как-то вот. Ну, короче, в тот момент у меня было желание. У нас очень много современной посуды. Мы пользуемся есть на каждый день. А вот для такого вот парадного стола я почему-то вот у меня есть какая-то вот такая вот такая фишка, что мне хочется, чтобы все было вот как из дворцов, короче. Когда в семье нет графских корней, приходится их самой себе придумывать. Короче говоря, вот такие вот вилки. Они очень красивые, очень тяжелые. Ножки и ложки. Значит, ему... Ну, то, что этому набору 20 лет, это уже точно, если не больше. Я вам хочу сказать, с ним абсолютно ничего не происходит. Он такого прекрасного качества. Я мою его в посудомойке тоже. И видите, ни пятнышка, ничего. То есть он абсолютно-абсолютно замечательного, прекрасного качества. Мне кажется, что... Я тоже его покупала в Израиле. Это какой-то завод в Израиле, который делает... Ой... Какое-то вооружение, по-моему. И попутно они делают какие-то... Какие-то вещи металлические для дома. Там типа кастрюли, вилки, ложки. Поэтому качество такое, знаете... Пуле-пуле-непробиваемое. Вот. Вот такой вот набор у меня для металлической посуды. Много лет. Прекрасно. Я им очень довольна. Не буду менять. Даже не думаю. Что значит покупать хорошую качественную вещь? Она будет вам служить очень-очень много лет. Еще одну штуку хотела вам показать. Когда-то, если вы меня давно смотрите, я когда-то тоже в секунде нашла ее и купила. Мне просто было очень интересно, что это такое. Я так и не поняла. Спрашивала всех на канале. Девочки, для чего эта штуковина? Сахарница? Может, здесь какая-то ложка должна лежать? Или какой-то соусник? Или что? Вот такая вот интересная ванночка. На ножках. Вот такая вот с ручкой. Прикольная. В общем, долго думала, чего с ней делать. И в результате я ее поставила у входа. У меня есть такой столик в прихожей. Я в ней храню мелочь. Монетки. Если кому-то надо. Если у кого-то остались лишние, то мы вот так в нее засыпаем. И вот для этого она нам служит. Тоже, конечно, надо почистить ее. Давно собиралась. Но никак ручки не доходят мои. Ну и уж раз пошла такая пьянка. Я тут хвастаюсь своими шкафами посудными. Я хотела вам показать. У меня еще есть вот такая вот ваза. Честно говоря, у нее очень длинная история. Я не покупала ее. Мне она досталась бесплатно. Может быть, когда-нибудь я вам ее расскажу. Это из Иерусалима. Я не знаю, это настоящая археологическая штука. Или это под нее. Потому что я ее не покупала. Случайно так получилось. Но она попала ко мне в руки. И живет теперь у меня дома. Ей очень много лет. У меня дома ей много лет. Она у меня с года 93-го, 4-го, наверное, существует. Я вожу ее везде за собой. По всем квартирам, по всем городам и странам. Честно говоря, не знаю, если в ней какая-то ценность. И какая-то действительно археологическая ценность. Вряд ли, конечно. Я очень сомневаюсь. Скорее всего, что это какая-то туристская штука. Ну, может быть, когда-нибудь расскажу вам историю, откуда она у меня. Ну, все легально, все законно. Ничего такого, все нормально. Ну, вот такая вот штуковина у меня еще стоит. В общем, мне нравится. Люблю эту штуку. Она со мной всегда. Ну, вот, друзья мои. Такое у меня сегодня видео. Чашечно-посудно-винтажно-шкафно-посудно-шкафно. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Я очень старалась сделать его как-то более таким интересным. Еще раз прошу простить меня за мой голос. Я надеюсь, что к следующему видео он уже станет нормальный. Ну, а если нет, то что делать, как есть. Все, люблю, целую. Всем привет из Канады. Пока-пока. С вами была Дита. Bye.